итак приступаем к мануальному массажу сразу замечу что классические техники и всякие такие объяснения подробные для начинающих сегодня мы опустим потому что у нас собрались люди уже практикующие массажисты вот небольшие нюансы в начале работы просто поясню масло выдавливаем столько сколько нужно это зависит от того насколько к вам человек пришел влажно может быть после бани до потный или от его волосяного покрова на спине то есть тут стандартных рецептов нету нужно понимать что ваша рука она должна скользить но с таким трением сейчас пауза помолчим слышите звук это хорошо то есть нельзя делать чтобы слишком был скользкий и чтобы он был слишком сухой иначе просто некоторых местах будет гореть кожа ну литминации это больно или волоски выдергиваться потому что у меня были в такой практике практиканты которые по ногу дергивали волоски на ногах у человека он поехал потом на курорт отдыхать и не знал а у него практически как эпиляция все красное потом там вот эти упоры возбудились там какая-то белая жидкость стала выходить то есть можно причинить проблему поэтому смотрите иногда спрашивать у человека обязательно тебе так комфортно волоски дамы дергаются не это добавить масла нет беседу с человеком это дает подсказку вот вы сейчас заметили что я заодно сразу обмазал свою локцию да потому что у нас сейчас будет предстоять и локтевая работа тоже у нас работа включается все от кончиков пальцев до полностью всего предплечье даже вот часть плечевую кость плечо начинаем естественно как в классике сначала идет через наложение рук вот видите пока разговариваю я положил руки на человека чтобы его организм его подсознательные реакции быстрее адаптировались к воздействиям потому что здесь и жесткие если мы начнем сразу с них организм начнет противодействовать для него это некоторое шелковое состояние поэтому он будет спазмироваться если он такие люди которые вообще не расслабляют мышцы и говорю давай расслабься расслабься иначе что получается не массаж получается борьба напрягаешься противоположным участь реально борьба не массаж далее всякие поглаживания следующие техники это растирание тоже подобно не буду говорить но всякие спр или видное растирание вдоль всей поверхности нашего участка можете для себя сделать несколько продольных линий по форме человека и относительно вашей ладони у кого-то много девушек будет маленький ладони получается раз линия прохода 2-3 линейные прохода у меня ладонь большая я иногда вот всего человека за один раз это потом спирали видно здесь вот заменяем на продольные вертикальные вертикальные человека движение и заметьте что движение достаточно энергичными для этого я стою специальную стойку чуть пошли но это стойка из вас очень единоборств то есть ноги наши чуть ли не два раза шире плеч задняя нога поворачивается на 45 градусов стопа передняя нога практически на 90 градусов поворачиваться и я сзади ноги переношу вес на переднюю для этого у меня движение идет руки вот такой то есть от пятки те кто изучал расходочное единоборство карате там наверное поймут движение идет удар от пятки для чего делается чтобы был больше импульс а наша сейчас задача прогреть значит наша кинетическая энергия должна перейти в тепло в тепло он переход через трение поэтому трение должно быть резким импульсным вот еще раз показываю вот видите рука идет максимально с трением и признак хорошей работы то что во первых сразу идет покраснение можно покрою вода во вторых вы должны слышать трение просто там дальше будут такие техники где вот люди ну вот так вот растирают да но получается они разминаю потому что не слышно вот этого звука чем ближе вы руки к друг другу ставите тем больше это трение трение это тепло запомните вот следующий прием растирания это мы внедряемся всей ладонью в пространство между осистыми отростками позвоночнику то что мы щупаем это и есть по сути ну еще раз замечу что это не сам позвоночник не путайте а это осистые отростки они вот выбирают вверх и здесь сбоку от них лежит груда мышц это это переплетенные множество волокон различных общего названия пара вертобральной мышцы то есть от самого крестца они идут до шеи то есть надо не именно мышцу до растереть а между ними стараться внедриться внедрение идет такими техника стежков стежок но условно это расстояние до от крестца ну даже от копчика можно мы делим на четыре участка раз два три четыре четвертый немножко сгибается там он говорил туда подключить до подключиться потом делим на три участка условно потом на два участка и потом на один участок для этого каждое движение мы делаем по три-четыре раза вот эти вот растирающие растираем мы от мизинца до до конца наш ладони до запястья четыре участка прошел до участка прошел два участка прошел и один участок вот сразу чувствуешь тепло да не знаю на камере там видно или нет ну вот есть у нас здоровое покраснение именно в этом месте то есть мы уже растет хорошо и даже вот чувствуется температура разная слева и справа далее переходим к растиранию лопаточной зоны там где у нас находится сердце пункт я вам говорил что между дам сейчас гоним кровь для этого мы растираем обоим ладонями плотная рядом друг другом еще раз напоминаем движение не надо путать с проминанием проминаем когда мы захватываем ткань вот видите она между нами складка становится в данном случае нам нет она должна стереть плоскость мы растираем потом заменяем одну ладонь полностью ладонь то есть уже такой элемент трения с разминанием когда она получается вот ладонь идет валик в это большой по ответе все равно это разминание о растирания меняем ладони и одну ладонь то которая ли бром ушла постепенно заменяем на полностью долл локтя то есть растирание вот такие большие траектория наше движение идет примерно мышцы расположен расположены верно от уголка плеча вот сюда мы растираем именно доли этого веера потом не забываем трапециевидную мышцу подхватывать немножко назад вот весьма ее предплечьем приподнимаем и ладонью мышцам ладони еще больше и поднимают во первых достаточно приятно когда назад сводится во вторых мы неоднократно во всех наших приемов будем делаем годится и будем возвращаться к трапеции делаем что-то здесь возвращаем к трапеции здесь техника больше похоже на технику роллинга роллинг знаете да это когда мы ведем наше предплечье с ладонью и поп не проворачиваем то есть не просто прям до а вот таким проворотом самое приятное наше и вот ветер шею так комфортно на движение именно потренировать так но а в продолжение темы растирания значит мы смотрите растерли вот по этим лучевым лучиком продольную мышц и потом тут же поперечно лопатку видите и здесь я уже этой рукой уже захватываю всю группу боковых мышц начиная широчайших мышц мышц спины до круглые мышцы здесь ведь уже захват для этого я ладони еще загибаю вот так ткань под подать поднести ведь складка является еще раз демонстрирую значит спиралевидные мышцы запоминать движение спиралевидные движения растягивающие движения продольные сбоку сверху вдоль пары вертебридных мышц и плечо отдельно лопатку и тропитевидную мышцу стираем продоль над у нее потом поперечно возвращаемся вдоль всей боковой поверхности человека к ягодицам ягодицы можно сразу включить в это растирание у них как бы идет направление от крестца туда в сторону большого веса бедра то есть тоже продольно поперечно то есть тут вам нужно будет патронироваться на растирание ладонями растирание ребром ладони 1 ладонь у нас сюда и все предплечье и также меняем руки да да с парадом то есть смотрите вы можете и предвещение заменять достаточно быстро до продольно вот разогрели сразу есть сразу подняли турбер кожи видите какой станет плотный розовый приятный так ну а теперь давайте все это отработаем на практике а если вы смотрите наш нас в ютубе то зря смотрите приходите на тренинг получите пользу давайте сразу ренату с другой стороны этого мы остыла наверно уже дарина ну скажи вот этот вот ролик вот кушаете понравился да